и ясности ума ясность ума это самое необходимое и она же обеспечивает и здравие тела потому что у кого ум не ясен тот постоянно находится в состоянии перманентного то есть постоянного стресса и ожидание чего-то очень очень страшного что будет очень страх а потом будет еще страшнее поэтому дорогие мои ясность ума и спокойствие только спокойствие как говорил великий карлсон которого запретили теперь потому что вот там эта сказка призывает от детей быть непослушными по отношению к тем фрикенбоком которые сейчас загоняют человечество в глубокую жопу мира так вот я начну сегодняшнюю трансляцию она не думаю что будет прям длинный с анекдота которого у которого борода невероятной длины можно сказать восточная борода у него такая так вот в свое время в китае где там социалистическая китайская то ли демократическая то ли еще какая-то республика был такой мало дзи дун великий вождь китайской нации а еще они так сказать когда выбора там устраивали но псевдо выборы понятно был такой лимбяо то есть мало и лимбяо так вот китаец дома завтракает сидит себе тихо спокойно с родителями там с женой еще с кем-то семейная такая идиллия стук в дверь на пороге тройка форме спрашивают вы за мяу или за лимбяо я за мал снимают такие штаны бьют ну ладно на следующий день опять стук в дверь опять на пороге трое опять вопрос вы за мау или за лимбяо я за лимбяо снимают штаны бьют третий день стук в дверь подхожу к двери снимаю штаны а там соседка горит у вас нет случайно щепотки соли понимаете вот этот анекдот он с бородой еще я маленький был пешком под стол ходил папа мой рассказывал как-то его запомнил с тех времен вот это отражает суть происходящих процессов вы можете быть за кого угодно вы можете быть за президента зимбабве или за президента уганды которые там воюют друг с другом условно говоря да или за начальника племени мумба тумба или за начальника племени тумба мумба которые тоже друг другу башни отсекают и значит вот черепа одевают на свои заборы чтоб все видели вот это даже более хороший пример потому что сейчас до черепа отсекают но заборы средств массовой информации насаживают детей страдающих показывает друг друга пальцем по виноват ты и наводку с одной стороны и с другой а те людины которые с одной страной оморочены с другой стороны оморочивает оморочены они с детского горшка практически их уже тогда научили нахрен патриотизму нахрен патриотизму вот куда его этот патриотизм надо нахрен их еще тогда научили родину любишь если родину любить не будешь лагеря по тебе плачу никто не рассказал по поводу того что родина это все стран нельзя любить руку мамы а ногу не любить мы любим нашу землю наше пространство нашу реальность это наша мать мы состоим из элементов этой земли мы не можем состоять из чего-то конкретного представьте что у вас есть мама и у вас есть братик да вот братик сидит на правой руке вы сидите на левой руке там на ноге еще кто-то примастился еще ваша сестренка или братик да они вроде как вот на другой части сидят в другой стране и вот находятся такие которые говорят что ваш вид вид двуногих другой плохой а вы хорошие и вам нужно срочно выдать виллы чтобы вы пошли эти виллы воткнули в бок своим братьям и сестрам ну потому что вы хорошие они плохие и находятся аргументы да вы говорит у нас горит бог вот на небе бородатый сидит а другие горит нет горит у нас он не бородатый и он не на небе сидит у нас совсем другой к примеру там в тюрбане и по-другому выглядит ой какая причина то друг другу глазки повыцарапывать да прекрасная или разговаривает на другом языке или форма носа не той конфигурации понимаете вот эти хорошие а те плохие а вот эти вот приниматели лапши они есть во всех странах почему принимать лапши не надо их обвинять их просто оморочили им не дали информацию их запрограммировали таким образом что они по-другому и не мысли им не дали информацию дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание поэтому все то что происходит сейчас я вижу столько этих постов я их удаляю достаточно часто где с одной стороны люди будут в себя кулаками в груди говорит наш флаг самый хороший флаг другие то же самое делают тоже бьет ведь нет наш флаг самый хороший факт нет наши люди хорошие на одном языке разговаривают да под племя мумба-тумба и племя тумба мумба на одном языке разговаривают а ваши друг друга а как же говорит Ну, вот Тумба-Мумба прибежали, говорит, с этими секирами, говорит, и давай, говорит, нас тут мочить. Нет. Кто послал вот этих, вот этих идиотов? Есть с одной стороны идиоты, есть с другой стороны идиоты. Одним сказали, надо защищаться, другим сказали, надо там порядок наводить. И вот племя Мумба-Тумба и Тумба-Юбба, они... А эти сидят, которые там придумали все наверху, два главных жреца, да, начальника два, сидят такие, говорят, ой, говорит, клево, как у нас получается, говорит. У нас, говорит, получается все нормально. А сверху тот, кто над ними, там, руководит этой челофермой, говорит такой, о, говорит, ребята, молодцы, премию выпишем вам, хотите Нобелевскую, хотите еще какую-нибудь. А пока продолжайте собачиться и плеваться в друг друга. Не важно, что вы там милуетесь, да, и ездите, отдыхаете в одном месте, и развлекаетесь, там, пожираете, говорит, других. Это отдельная история. Ну, что, говорит, у вас, говорит, да, вы мои, говорит, пасынки. Давайте, говорит, руководите там своими племенами Мумба-Тумба, и чтоб в назначенные сроки нужное количество ваших идиотов было утилизировано. Не утилизируйте, я сам вас утилизирую. И вместо вас поставлю другого. Знаете, это очень хорошо было иллюстрировано Wild West, Дикий Запад. Одна, по-моему, последний сезон, где на таком самолетике в какую-то малоизвестную, ну, достаточно крупную страну прилетает тот, кому паспорта не нужны. И вот взлетная полоса, сидит президент этой страны, там, эти охранники у него встали, там, генералы, там, и всякие прозные рачи, разные. И вот они сидят, и он подошел, говорит, а тот что-то недоволен был. Говорит, нет, нет, я, говорит, там делать не буду вот так вот, это, говорит, неправильно. Тот, говорит, сидит, говорит, ты что, говорит, идиот. Совсем, говорит, попутал берега. Он, говорит, видишь, усатый вот этот у тебя стоит, твой подчиненный, говорит, завтра он будет президентом. А все остальные тебя выволокут на площади, раздерут, как тузики-грелку. Потому что чем твой брат занимается? Ворует на природных ресурсах, обкрадывает детей. И еще много чего можно привести в пример. Как ты человеченку жрешь, как ты ослиц трахаешь. Вот это все у нас есть в записи. Мы все, все покажем твоему народу. Прямо вот по нашим средствам массовой информации, не тобой контролируемым. Все узнают о том, кто ты такой наш дорогой Угабе Бун Хунжас. Все думают, что ты такой пушистый и красивый. А на самом деле вовсе не так, мы же с тобой об этом знаем. Поэтому, видишь, он усатенький у тебя стоит. Вот завтра он будет президентом. А ты превратишься в мясо на лобной площади. Поэтому иди-ка и делай, мой хороший, то, что тебе было сказано. А не сделаешь. Вся твоя семья, ты сам. Все, вплоть до твоих еще нерожденных внуков, будут утилизировать. Тебе все понятно, мой хороший? Иди. Иди делай, что тебе было сказано. И больше даже не помышляй о том, чтобы не исполнять то, что тебе сказано. Понимаете, как это устроено? Они все являются теми свиньями, у которых рыло настолько в пуху. Конечно же, у идиотов рыло в пуху тоже. Те, которые там ниже. Поэтому каждого можно за что-то подтянуть. Они сами пишут законы. Сами изначально их нарушают, эти законы. А законы написаны для чего? Для того, чтобы каждого можно было подтянуть за что-нибудь. Законы подчас пишутся не просто идиотские. Они пишутся античеловеческие законы. Да, и они проводятся абсолютно легитимно. Что, друзья мои, ну как, ну надо, да? Ну надо, да, да, надо. Это все ради вашей безопасности. Ради вашей безопасности. Кушайте лапшу, мои хорошие, кушайте. Ради вашей безопасности. Ради вашей безопасности мы вас заболеем. Ради вашей безопасности мы вас бжикнем. Ради вашей безопасности мы посыпем вас дустом. Ради вашей безопасности мы добавим вам в питьевую воду стероиды, антибиотики. Ради вашей безопасности мы будем вас лечить до смерти от того, чем вы не болеете. Ради вашей безопасности мы научим тех, кому вы доверяете, людям в белых халатах, не знать того, что они должны знать и знать то, что они не должны знать. Мы сделаем из них послушных биороботов, которые будут строго руководствоваться всем тем, что мы, так сказать, выдавали. И все это происходит, друзья мои. Обратите внимание, пора снимать шоры. Смотрите шире. Вот в этих секторах находится то, что от вас скрывают. 17 марта, говорит, выбери президент. В чем вы говорите? Это же где бы и какой бы страны это ни касалось. Это никогда не было легитимным и справедливым. Никогда. Просто они либо больше прикладывают усилий для того, чтобы всю эту модель представить как легитимную, либо меньше. И все. Вы что думаете, в Америке выборы такие вот свободные? Или в какой-нибудь другой стране выборы свободные? Вы что действительно так думаете? Ну тогда думайте дальше. Если так думаете. Что можно сказать? Это никогда не было так. Никогда. Массами всегда управляли через средства массовой информации, через нейролингвистическое программирование, через подачки, взятки, финансовую систему, каким угодно. Это всегда лапша на ушах и это блокировка свободы человека к какому-либо выбору. Нет никакого выбора. Это другая история. Но то, что мы с вами наблюдаем и видим сейчас, относительно того, как происходят эти манипуляции, сейчас многие начинают это понимать. Понимать почему? Потому что если раньше двуногих сокращали, ну так незаметно сокращали, да? Нужно, чтобы детишки не шибко сильно развивались, чтобы у них интеллект был не очень высокий, для того, чтобы болели часто, для того, чтобы бухали побольше, курили побольше. Для чего все эти фильмы снимались в Советском Союзе и в разных других местах? Популяризация алкоголя, курение, табакокурение. Почему? Наркотики, что вы думаете? Знаете, кому принадлежит бренд героин? Вот погуглите, посмотрите. Кому принадлежит бренд героин? Да? И кокаин. Посмотрите, кому это принадлежит название. Вы все поймете сразу. Раньше все это в аптеках продавалось. Но в аптеках невыгодно, потому что не все шли покупать в аптеку. Нужно сделать нечто запретным, тогда у всех возникнет к этому интерес. Как же? Значит, элита все это потребляет? Все это запрещено? Значит, и что-то здесь есть, и мне надо попробовать тоже. О, я, так сказать, стану избранным после того, как... Кокаинчик одюхну! Элитный наркотик. Какая... Кокосик. Все президенты просто куклоуправляемые и всегда такими были. Вы не представляете... Представляю, сколько населения морочных патриотов. Поэтому все то, что происходит, не является ни плохим, ни хорошим. Это необходимое следствие перманентного, непроходящего идиотизма, который уже вошел в стадию диагноза. Кто-то просыпается сейчас, вот они и останутся. А остальные все в расход. Все на мясо пойдут. И уже идут полным ходом. Сейчас же недаром апсота у нас наступает. И тут новости по апсо очень интересные. Вот эти, которые бедуины в Арабских Эмиратах, у них там уже конкретное, людям в белых халатах дали задание. Говорят, срочно составляйте все необходимое, потому что апсо наступает. А также теперь у нас апсо чуть ли не во всех странах Европы случилось. И это определенным образом связано, что вот эти вот люди, которые получили защиту, защиту, я этот вопрос еще не выяснял, но я обязательно выясню, потому что запросов много поступило относительно того, а часом ли не вот этот ли шимпанже, из шимпанзе выделенный там элемент был добавлен еще вот в эту защиту, да? Может быть так как? Здесь очень интересная еще корреляция происходит. Очень многие в течение года видели сны, где они видели людей, которые шарахаются по подворотням, прячутся. Это везде военизированная охрана, везде военные, и все люди покрыты язвами незаживающими. И он ничего это не напоминает, нет? Это в огромном количестве сны людям одинаково и снились, и в предыдущих передачах они рассказывали об этих снах, и даже где у нас совместные были, так сказать, передачи. Поэтому через некоторое время, разумеется, выйду в эфир и поговорим еще о том, что можно использовать для профилактики того, чтобы не случилось вот это вот безобразное состояние покрытия язвами. Да, выйду, обязательно побеседуем над тем, пока информацию не получил. Владимир, скажите препарат при щитовидке вместо иотирокс. Тайроид-С называется. Дорогие друзья! Желаю всем прекрасного времени суток, вне зависимости от того, где, на какой части матери вы сидите, какого цвета у вас кожа, что вы проповедуете и как глядите в этот мир. Всякому из вас желаю прекрасного времени суток. Все мы есть единое, целое, вечное и бесконечное. Кто-то это понимает, до кого-то еще не дошло. Не дойдет до тех, у кого диагноз. До тех, у кого не хватает информации, обязательно дойдет. До новых встреч, дорогие друзья! Пока! Здравия тела и ясности ума! Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.